добрый день друзья с вами архивная революция и я михаил тимин сегодня у нас в гостях военный историк кандидат исторических наук алексей валерьевич и саев алексей валерьевич приветствуем здравствуйте мы сегодня решили продолжить 43 год до 43 год и мы медленно но верно подходим к харькову все ждут все ждут но на самом деле до харькова тоже будут интересные вещи и нам просто понять как красная армия вышла к харькову и почему там 3 танковая армия находилась в определенном физическом моральном состоянии к харькову и что было говорится в предыдущих сериях мы остановились прошлый раз на операции мало сатурн на разгроме аэродрома татцинская и что стали делать дальше в чем была дальнейшая идея советского наступления немецкое командование готовя операцию блау наступление в южном секторе советско-германского фронта имела хитрый план этот хитрый план заключался в том что выстраивается оборона по линии реки дон на самом деле достаточно серьезная водная преграда несмотря на зиму и мороз там минус 20 она оставалась серьезной преградой водной которую надо было форсировать независимости замерзла не замерзла кроме того как мы все знаем западный берег рек как правило господствует над восточным и сам по себе дон был таким естественным барьером на котором можно было сидеть довольно долго и вот этот вот хитрый план он как раз и заключался в том чтобы удержать красную армию от ударов во фланг в тыл группе армии b но в этот хитрый план сначала вмешалась конечно операцию ран когда с плацдармов на дону ударили в тыл армии паулюса затем вмешалось наступление малый сатурн когда пошатнули оборону итальянской 8 армии на самом деле итальянскую армию здорово проредили она первоначально насчитывала около 150 тысяч человек к началу описываемых событий то есть сегодня будет повествование то острова операции которые называются остались в отечественной историографии как астрогорска рассашанская и воронежская касторненская к моменту начала строгорска рассашанская операции из 150 тысячный 8 итальянской армии остался только альпийский корпус численности 50 тысяч человек то сию проредили втрое в основном это конечно было и на уничтожение взятие в плен одним словом а судьба итальянских войск было крайне печальной но это было еще не завершение процесса то есть теперь речь дошла до альпийских стрелков надо альпийского корпуса и советская ставка советский генштаб противопоставил хитрому плану стремление прорваться аж на самом деле на тылы группы армии центр то есть вообще конечная задача была крайне амбициозно задачей максимум был вообще выйти к смоленску и каким образом это все предполагалось сделать идет дон с изгибами и предполагалось вот эту вот линию обороны на дону так вот постепенно съедать ударами снизу как раз висящего открытого фланга поскольку благодаря предыдущим наступательным операциям в районе от дона до кантемировки то есть как есть кантемировский корпус вот он был назван в честь до населенного пункта кантемировка фронт проходил по открытой степи то есть если идея была удержать рубеж дона то здесь не на рубеже дона а на обычных так сказать полевых позициях причем достаточно разреженных войска сидевших на этой позиции были прямо скажем ослабленными уже потрепанными это было так конгломерат немецких итальянских частей и какой козырь выбрасывается советским командованием причем директивы ставки последовало 21 декабря и почему это важно что 21 декабря это на самом деле был такой водораздел между решениями что мы будем делать дальше или успешен марс или наоборот все для юга все для разгрома немецких войск находящихся в южном секторе советско-германского фронта поскольку резерв эти новые танковые армии которые создавались в советском союзе по опыту ним в том числе негативному летних боев они должны были быть использованы в крупных стратегических наступательных операциях на и согласно пока к сожалению не подтвержденным данным то есть может быть и найдут наконец документы по так называемой операции юпитер пока у нас есть только догадки относительно того какой был должен быть юпитер что это за идея это операция есть марс уран ну и дальше соответственно юпитер был ли платон нептун эту историю умалчивает вот юпитер считается что он существовал и в операции юпитер против группа армии центр предполагалось использовать третью гвардейского тогда еще не гвардейскую танковую армию который уже возглавил рыбалка который доведет эту армию и до гвардии и до берлина но пока она находилась в полосе западного фронта и водораздел между двумя стратегическими направлениями принимается решение отправить эту армию на юг соответственно теперь она должна была стать тараном для советских войск в южном секторе советско-германского фронта не и отправляют по железной дороге найти частично соответственно маршем а поскольку главный головной болью на тот момент для на советского командования и для тех войск которые вели наступление на юге это было снабжение и железной дороги и железная дорога которая шла собственно от воронежа на юг она еще занималась немцами и коммуникации они всегда играли ключевую роль в том как идут любые наступления как выразился по моему едва ли не клэнси что дилетанты учат тактику профессионалы учат логистику на самом деле нельзя так противопоставлять тактику и логистику то есть понятно что какая бы ни была логистика если провалиться в тактике то никакие логистика не поможет но и наоборот на самом деле это как говорится 22 рядом идущие в одной пряжке лошадки которые тянут войну вперед и конечно сверх задача была все же выйти в тыл группы армий центр то есть отгар постепенно отгрызать вот эти войска союзников германии и са и раз они были довольно плотно перемешано с немецкими частями потому что немцы конечно не заблуждались относительно того насколько они устойчивы и планируется операция в которой главный козырь третью танковую армию ставят на оппозиции говорится в голой степи точнее выводит на позиции волос теперь она должна прорвать слабую оборону противника почему по первоначальному плану это к вопросу об оценке противника артподготовка должна была длиться 20 минут на самом деле считалось что совершенно расстроенный противник по нему ударим и дальше во фланг и тыл как по маслу пойдет да и нас что называется сама пойдет надо сказать что в планировании этого наступления участвовали василевский жуков то есть на самом деле в тот момент курица главная точка советско-германского фронта это был как раз юг вот это успешное наступление которое все расширялась и расширялась и теперь она охватывала еще и тот сектор который шел от большой излучины дона до воронежа конечно открытый фланг это хорошо относительно открытый фланг там на самом деле его открытость она оказалась не вполне только на которую рассчитывали вполне открытой да не вполне открытый да и еще проблема была в том что задержался этот переброс потому что если бы всегда знал бы прикуп жил бы в сочи если заранее знать что треть танков армия пригодится именно на юге и и может быть заранее погнали на юг а так она стояла на границе скорее предполагал что западный фронт и она ждала что сейчас вот немецкий фронт рухнет и на смоленск лет не получилось и поэтому вот эта переброска старались спешно перебрасывать с частичным маршем по разбитым дорогам естественно там проблемы были и с налетами немецкой авиации то есть ее станции бомбили на самом деле в движении шло медленно и отставал от графика более того для операции был например выделен четвертый танковый корпус он просто к началу не прибыл просто не приехал его исключили запираться хотя в некоторых так сказать каких-то очерках операции иногда упоминают числе привлеченных но реально не участвовал и минус 193 танков соответственно открытый фланг есть но нам нужны канны то есть нам нам нужно опираться на окружение и выбор второй удар откуда брать второй удар надо брать с плацдармов то есть на самом деле на советские войска когда бились на дону они старались удержать за собой плацдарма и два плацдарма которые были заняты как раз вот на этом участке вот воронежа до к литвы там например поставили 18 стрелковый корпус такой щучинский плацдарм там стояли совместно венгры с немцами и там была наибольшая плотность войск из всех участков другой плацдарм который достался 40 армии который тогда возглавлял москаленко то есть москаленко он был на самом деле человеком который взлетел после войны в войну его успехи были так скажем переменными то есть него были свои взлеты свои падения но я рекомендую почитать его мемуары на юго-западном направлении боюсь что их не вполне писал сам на кирилл москаленко потому что он был уже так суть в возрасте к тому моменту но тем не менее они явно написаны грамотно то есть ему помогали и такой достаточно интересный очерк он много пишет вещей вполне откровенных на скажем так те кто им помогали написали вполне откровенные вещи по и по 41 по 42 мы на самом деле вплоть до конца войны у этой армии у армии москаленко есть плацдарм такой сторожевский то есть опять же плацдармик но плацдармик плохой в том плане что находится в низине и операция на самом деле началась который получил название строгорского сашанская началась именно с этого плацдарма небольшого началась она с разведки боем 2 2 стрелковых дивизий которые небольшими силами начали разведку боем их задача была там захватить высоты чтобы потом с них корректировать огонь артиллерии и дело пошло неожиданно хорошо сбивают противника причем за счет чего это удалось достичь инициатива стратегическая инициатива это конечно огромный козырь поскольку немцы не могли теперь думать ни о каких наступательных операций если мы представим себе тот же самый фронт на дону где-нибудь в августе или даже в сентябре 42 года какие у нас могут быть предположения то сейчас немцы так сказать успокоившись со сталинградом форсирует дон в точке x образует плацдарм и пойдут на москву например могут могут но в декабре когда готовилось наступление декабре 42 года было понятно что немцы будут вместе с итальянцами венграми сидеть ровно и никуда не денутся никаких наступлений на москву это что называется тогда никаком воспаленном мозгу идея ударить на москву в ситуации когда паулюс там сидит в сталинграде трехсоттысячная группировка и там идут бои в том числе там на кавказе процесс активизировался и вообще так сказать везде везде все плохо никто на москву не пойдет но только если бросить румынскую кавалерию в прорыв да если нет к румынскую кавалерии она уже съела лошадей уже да и она уже что называется говорится почила в бозе поэтому если кого бросать то только яростных так сказать альпийский корпус альпийские тетерева альпийский корпус но тоже явно не взлетит и что было сделано сажали войска на берегу дона то есть теперь берег дона это и для нас и для противника это явно место где ничего не будет происходить в результате сажали войска с плотностью там на десятки километров то есть дивизия могла занимать фронт 70 километров там чуть ли не на отдельных участках чуть ли не батальон на 10 километрах то есть на самом деле такой как бы очень жиденький заслончик который только разведгруппа может гнобить основные силы причем основная масса артиллерии основная масса пехоты собирается на плацдармах имеется виду как раз вот эти два плацдарма сторожевский и щучинский и готова с них наносить удары естественно противник тоже не дурак он тоже пытается выставить заслон против плацдармов но он тоже вынужден на самом деле прикрывать дон потому что здесь инициатива за красной армии а красная армия тоже может взять и допустим форсировать дон ударить куда-нибудь в ту плацдарму поэтому вот прям вот концентрировать силы так как владеющие инициативой тот кто сидит в обороне ждет чтобы делать противник он не может поэтому естественно и венгры и итальянцы они так суть мы растянулись дольдона и ждали удара то есть они находились в состоянии ждущий удар это предопределяло то что они не проверяли никакой инициативы и вот это вот концентрация сил она сработала то есть идет атака на плацдарме 12 января разведка боем она вполне удается захватывают высоты на следующий день решает перейти в наступление главными силами при том что формально операция отложена на 14 число на 14 января тем не менее уже 13 она вовсю идет наступление при этом идет наступление именно стрелковых частей операция приобретает ярко выраженный вариант того что я называю асимметричной канны то есть когда у нас одна клешня она пехотная то есть она идет медленно а вторая клешня танковая найдет быстро вот идет быстро она должна была как раз армия рыбалка и промежутки между ними то есть в чем была идея именно острогорского сашанской операции стражевский плацдарм удар с него пехоты внизу бьет 3 танк в армии еще вспомогательный удар рассекающий котел на 2 на самом деле довольно такой красивый идея и она вполне себе пошла реализовываться 14 числа по плану идет атака на щучинском плацдарме там дела пошли несколько похуже но в целом нормально то есть основание считать что там провалилась нет этого нету то есть пошли вперед но медленнее чем рассчитывали на последний момент поступает сведения по штаб рыбалка о том что противник то перед нами он конечно побитый но тут что-то что-то он оказывается сильнее чем надо надо нам и 20-минутная подготовка явно будет недостаточно и здесь проявляют мудрость и решают отказаться от первоначального плана проводите подготовку сразу аж полтора часа вместо 20 минут долбят полтора часа по немецкой обороне дальше идут наступление тут начинают против гостей то что основная вот этот удар на группировку которая шла от кантемировки должна была идти в тыл немцам венграм итальянцам она была гостями то есть она приехала по железной дороге высадились поставили в первую линию и разведка которая проводилась она была ограниченной так скажем и сразу же впиливается бригада поддержки пехоты то есть идет вперед пехота не поддерживать танковая бригада непосредственно поддержки и сразу впиливается во враг который был не был вскрыт ну понятно с одной стороны все насыпно снегом заметено то есть вполне возможно что не прочитали автосъемку засылать какие-то отряды на заведке просто уже не хватило времени и начинает все идти не так на 7 танков проваливаются это враг остальные танки бригады заняты их там вытаскиванием и прочим и тут следует на самом деле грамотное решение 2 но вынужденное со стороны советского командования это вводить в бой оба танковых корпуса на армии рыбалка она была смешанного состава то есть в нее находились стрелковой дивизии подчинялись и стрелковой дивизии это было характерно именно для этого периода то есть это рубеж 42 43 когда был именно смешанный состав танковых армий это касалось на самом деле 5 танковой армии в уране на 3 танковая армия и на самом деле и первая танковая когда она только сформировалась она была смешанной пехота плюс танки принимается вынужденное решение 2 это вводим танковые корпуса при этом в процессе еще должен был участвовать кавалерийский корпус какова была идея объем так сать двумя танковыми корпусами а в бок на образование внешнего фронта окружения идет кавалерийский корпус традиционно да это вполне в традициях планирование который уран то есть виден почерк то есть что называется делают такой характерный почерк называется коса василевского то есть удары танками и значит в жух в бок это кстати сабельками задача была на самом деле захватить плацдармы потому что планировали идти дальше на запад не задачей кав корпуса 7 было захватить плацдармы глубине и держать их и образовывать соответственно внешний фронт окружения вынуждены идут вот эти два танкового корпуса естественно такой железный молот проламывает оборону уже где враг известно но довольно тяжелые дорожные условия в плане местности и в движении и сами атаки они приводят том то что за день боя оба танкового корпуса выедают все горючее выедают боеприпасы то есть расходуют все боеприпасы и фактически они не рвутся вперед с темпом там десятки километров в сутки они пополняются боеприпасами пополняются горючим и на самом деле идет конечно помедленнее чем можно было бы ожидать но при этом конечно надо сказать что итальянцам прямо скажем хватило то есть итальянцами для них это оказывается крайне неприятным сюрпризом в том плане что фактически в тылу них несется в глубину пусть там медленнее чем кажется советская танковая армия причем надо как бы сказал просто представить себе сколько это все численность советской группировки в нее входил на самом деле не много не мало как 800 танков даже более 800 танков и из-за среди этих 800 танков еще и больше сотни кого естественно с такими плохо да то есть с таким как говорится за ходом но при этом конечно же если мы опять же посмотрим все эту операцию проводил воронежский фронт изначально даже почти 900 танков 896 танков 112 кв 405 т-34 87 м3 ли то есть многоэтажные ли они тоже 263 т-60 т-70 и аж 29 стертов соответственно 400 машин это два корпуса 3 танков армии поэтому мягко говоря могучий танковый удар при том что для именно для проведения наступления привлекалось там именно 800 танков то есть 800 танков задействовались наступление остальные так сказать на вспомогательных направлениях и это прямо скажем весьма чувствительный удар и что оказывается с итальянцами выходят в тыл и естественно самого начала что происходит обычно наше командование упрекает в том что вовремя не дают приказ на обход на отход соответственно итальянцы там генерал грибольде запрашивает у штаба группа армии б разрешение отвести итальянский альпийский корпус там две немецкие дивизии 24 корпуса во избежание их окружения разрешение на отход он получает 17 января то есть два дня спустя и естественно закономерно его в линии отхода уже оказывается отрезаны советскими войсками и соответственно итальянские дивизии с красивыми названиями тридентина и кунеэзи они оказываются фактически но еще не окружены но у них оказывается перехваченная коммуникации которые идут в тыл и вот командир дивизии кунеэзи попавший в плен рассказывает опять же к вопросу о вот нам когда идут повествования про 41 год там опять же что называется все все бросили и откровенно командир дивизии итальянской говори 17 января никаких приказов я не получал связи с корпусом так и с другими дивизиями не было дивизия все время вела бои с превосходящими силами русских танков неудивительно и мотопехоты против которых не имела противотанковых средств почему она не имела противотанковых командир дивизии был предельно откровенен так как при отходе с дона большая часть артиллерии была оставлена на месте то есть как только следует известие что сзади все плохо руси шипанцер но я не знаю как это кари армати кари армати так сказать смерть и прочее но в общем они бросают артиллерию двигают в тыл причем по воспоминаниям как говорится вот еще опять же там они массу подали в плен то есть там взяли в плен на всех трех командиров дивизии и вот командир полка из дивизии венченцо там 18 утром подгорном царил хаос пожары грабежи беспорядочные много грабили да то есть как говорится такой такой карнавал в минус 20 русская зима в тысячах километрах от дома и на самом деле это все процесс как говорится вот эти прорывов кусками они прорывал в том числе мелкими отрядами он продолжался две недели но на самом деле они там естественно рассказывают при 30-40 градусные морозы но такой температуры все же не было там где-то как либо они были максимум там 10-20 градусов морозным для этого так скажем схвате хватило при этом 12 танковый корпус сходу на захватывал сразу там 15 тысяч человек и естественно там когда же кавалеристы там действовал еще 6 гвардейский кавалерийский корпус и кавалеристы 27 января на правда это уже завершающий период уничтожили три тысячи итальянских солдат взяли в плен более трех тысяч в том числе в плен попали командира дивизии вот кунези юлия венченцо все они попали в плен и на самом деле а вот как бы что рассказывают итальянцы они вот как-то сразу перестали друг с другом дружить то есть вот они отступали вот такое как бы паническое отступление вот порвали все связи связывающие солдат там во взводы батальон то есть они на самом деле шли молча и вот опять же так сказать рассказ ничто меня не трогало и не волновало мои ботинки развалились я скрепил их проволокой кожа на ногах потрескалась я шел вперед не говоря ни с кем ни слова то есть это вот такое молча то есть вместо обычная ни в коем случае не обижай никого из тальянцы но вместо вот этого так сказать экспрессивной жестикуляции они вот так вот молча шли вперед и на самом деле им предстояло самым счастливчиком удалось пройти ни много ни мало аж 350 километров от дона то есть они дошли в итоге до шебекина то есть это на самом деле уже практически начала формироваться курская дуга ну так скажем только начало то есть это еще не март то есть они дошли в 350 километров от дона от итальянской дивизии итальянского альпийского корпуса осталось 13 тысяч 350 человек из них 7 с половиной тысяч раненых от на обмороженных то есть некоторых раненых просто успели видимо вывести заранее по остальные вот этот пеший марш по морозу по вот этим так сказать бескрайним степям кому повезло тут сумел вырваться и на самом деле это было конечно полнейшая фиаско для 8 итальянской армии то есть на самом деле их разбили пух и прах что происходило далее то есть следующий заход был то есть сначала прорыв обороны который прошел в целом успешно так скажем то есть понятно что в рам в масштабах там большой операции какие-то там не даже там не взятая в первый день деревни или там вот эти вот несчастные там 7 рухнувших во враг танков это ерунда и уж эти рвы и овраги в которые падают наши танки какая-то у нас карма была на самом деле просто местность такая я по-человечески я понимаю что если этот овраг он мог быть вообще занесен что называется под пробку снегом и едут едут раз проваливаются опять же есть не быть местным и не знают что здесь какая-нибудь там балка сухой язык то можно провалиться то есть здесь это это жизнь то есть понятно что всякое бывает так вот в ходе первого этапа значит 13 15 января войска фронта прорывают оборону противно причем на всех трех направлений то есть и плацдармы на самом деле наиболее проблемными ожидались плацдармы потому что там наибольшая плотность там действительно надо рвать нормальную долго готовившуюся оборону но тем не менее пробили стритным 13 14 15 января прорыв обороны и движение в глубину второй этап это окружение уничтожения противника то есть это на самом деле фактически 12 дней то есть 16 по 27 января и в течение первых трех дней как раз шоу маневр на окружение и расчленение группировки и дальше уже с 19 по 27 января нашла ликвидация немцам тоже зацепили да немцев тоже зацепили причем был разгромлен в начале вот третья танковая армия разгромила штаб 24 танкового корпуса отомстили отомстили да там правда не особо примечательный командир мартин вандель был оставлен на найден мертвого на поле боя и идут вперед то есть уже на самом деле второй день наступления набрали темп 12 15 корпуса пополнили бы припасом горючего пошли гораздо бодрее продвинулись 20 20 35 километров это конечно не 100 километров блицкрига но и будем понимать что это все же по заснеженной степени там 20 35 км тоже неплохо и фронт наступления там расширен 60 километров то есть довольно так уже хорошо дело идет в итоге к исходу 15 января продвинулись там 40 50 километров и уже создаются условия для того чтобы соединиться с наступающим до сороковой армии которая шла с севера вводится в прорыв 7 кавалерийский корпус то есть он не участвовал ни в каком до прорывании и 16 по 17 19 шло формирование нескольких котлов вообще суммарная протяженность вот этого внутреннего фронта окружения составляла аж 300 километров понятно что обложить со всех сторон было проблематично но что удалось сделать и здесь конечно грамотный план операции тут все же действительно видно такая рука и василевского и жукова до раздробили на три группы то есть первая группа это две венгерские пехотные дивизии три дивизии итальянского горного корпуса различные там части немецкого 24 корпуса 1 немецкая 385 пехотная дивизия в районе россаше она вообще не имела шансов на спасение довольно было глубоко дальше там 10 13 венгерские дивизии одна и части 1 немецкой 168 не были блокированы в острогожске городе но острогожско-россошанская операция получила название по этому городу ну там остальные основные силы немецких 168 26 пехотных дивизий там венгерской танковой дивизии пытались пробиться на запад и на самом деле вот к моменту закружения завершение окружения надо понимать что это было не окружили и начали что называется давить и требовать уже к моменту окружения набрали 52 тысячи пленных то есть поскольку естественно шли по тылам тех же итальянцев те же венгров и все тыловые части собирали то есть тут уже как говорится добивали которые сильно придевшие в острогорске громили с 19 по 24 января и на самом деле все три ударные группировки они сошлись почти в одну точку и город в течение 19 и 20 января там три советские стрелковые дивизии одна стрелковая бригада берется штурмом большая часть гарнизона пленена уничтожена то есть в общем высвободившиеся части пошли громить дальше другой котел дольше всего просуществовал вот этот вот котел в районе россаше у него там площадь была 150 квадратных километров то есть на самом деле там можно было частичный какой-то воздушный мост организовать и здесь на самом деле конечно вот этот вот козырь в лице 3 танковой армии был главным молотом которым этот котел крушили и самоудачили понятно что просачивались то есть когда события происходили на самом деле просто на большом пространстве и при разреженных изначально порядках на дону тут и вот это вот некоторая разреженность она способствовала тому что кто-то просачивался то есть что называется под прикрытием метели но здесь против них работали против тех кто прорвался просто через то что до валуек дошел седьмой кавалерийский корпус и он собственно ловил тех кто оказался оказывался там самым умным самым удачливым кто добегал до валуек у них были хорошие шансы так статью быть взяты в плен кавалеристы 17 мгновение мясные солдатам сейчас нужны хорошие крепкие ноги нужны крепкие ноги это кстати самое резвое они добегали до оппозиции кавалерий которые смотрели фронтом на запад но естественно они ловили те кто к ним подходил к востоку и пожалуй строгорско-россашанская она стала самым удачным дебютом по вот этому отламыванию пошатнувшегося после сталинграда фронта то есть за 15 дней продвинулись аж на 140 километров на запад освободили вот этот железнодорожный участок лиски кантемировка тем самым улучшили снабжение то есть теперь открывалась дорога на харьков не только в плане оперативном то есть возможность какой-то нарисовать стрелочки на карты но в плане того чтобы гнать в те войска которые нарисованы в виде стрелочек боеприпасы горючие даст нам же все предметы снабжения то есть теперь на самом деле вот этот вот бросок опять же ков корпуса на валуке вырвал из рук противника ракаду касторного вашего град то есть теперь они лишились его немцы лишились возможности носиться вдоль линии фронта так скажем кавалеристы тут сыграли я не зря в своей книжке там 10 мифов во второй мировой войны я приводил примерами на валуке потому что валуке это такой был вот этот вот как говорится коса василевского то есть этот удар на внешний фронт который сам по себе осуществлялся вроде бы небольшими силами там была танковая бригада отдельно и ков корпус то есть на круг на самом деле не сильно больше десяти тысяч человек но он сыграл важную роль именно и прерывание снабжению точнее прерывание ракады отлов пленных и перспектива броска дальше на запад страна это сразу дурацкие перестроечные фильмы где показывали как как ворошилова или буденова и там вкладывали им так сказать в уста такое что вот смотрите лошадка еще вам покажет не то что ваши танки она на самом деле показала и так скажем в конкретной специфике южного сектора советско-германского фронта когда у нас пространство большие когда на самом деле большая проблема гонять автомашины потому что дорожная сеть не сказать чтобы такая прям способная переварить вот эти вот массы автомашин для опять же надо артиллерию снабжать и танковые корпуса и боеприпасами горючим то есть на самом деле дороги так забиты а тут нужно еще и те кто оказался на внешнем фронте окружения то есть они далеко вот то что они ничего большой да то есть он плечо подвоза как бы в авиации понятно с ним не особо захватишь и здесь проблема как раз была в том что нужно было использовать средства которые были способны питаться на подножном корму том числе какими-то запасами которые имелись в деревнях по дороге кавалеристы здесь вполне действительно лошадь себя показала на самом деле лошадь себя показала в дальнейшем в начале боевых за харьков тоже вполне себе лошадь себя показывал значит какого была результат уже там 23 января 43 года войсками воронежского фронта было захвачено пленных 71 с половиной тысяч человек на самом деле это не сильно меньше чем в сталинграде в конце то есть в конце в сталинграде там 90 тысяч несколько больше 90 тысяч 1071 но справедливости ради надо понять что из них было венгров 38 38 650 27 тысяч итальянцев но еще опять же претендовали на то что там 52 тысячи уничтожили солдаты офицеров но это все же скорее такая завышенная несколько завышенная цифра хотя имели возможность что называется считать по головам а те кто кого прорвали большие трофеи то есть захватили 1400 орудий то есть что итальян что венгрия надо ну на насиженных позициях побросали артиллерии побежали да буду побежали поэтому захватили 1400 орудий 2650 ручных из танковых пулеметов там 1300 минометов там противо противотанк 300 противотанков ружья на этом фоне смотрится мелочь вот хорошо смотрится автомашин различных марк 6200 да как бы ну понятно что захватывали там и лошадей из там две с половиной тысячи лошадей там 136 радиостанций то есть вообще вполне себе богатые трофеи набраны и многочисленные там фотографии брошенных итальянских танков перевернутых это все как раз таки оттуда и здесь пожалуй такой главный недочет который позднее при анализе то всегда анализировали операции говоря что в общем то определенное так сказать нечеткое управление такой серьезный недочет было что так сказать нечеткое управление войсками именно по чисто техническим причинам то есть нарушение связи и отсутствие дублирования связи но опять же на больших пространствах конечно тянуть еще и телефонные провода это было прямо скажем напряжно и слабо была поставлена связь с подвижными войсками то есть танки и конницы ну вот это высказывали именно как иногда целыми сутками не могли добиться местонахождение отдельных соединений опять же к вопросу о там 41 то что в сорок первом не имели контакта там не могли наладить связь это тоже это объективная реальность да это было но это не означает что войска это луноход который требует постоянных что называется команд на каждое передвижение на каждый метр перед нами вполне успешная операция операция проведена успешно с любой точки зрения и не критикуют за то что она прошла с какими-то промахами то есть на самом деле вполне себе окружили набрали много пленных тем менее были вот эти недочеты надо понимать что некоторые недочеты они были вечно они были просто явлением таким как говорим которым конечно не надо было мириться то есть старались отлаживать но тем не менее до конца забороть не удавалось конца забороть не удавалось и опять же от того что там корпус ушел к волой как в корпус и там с ним нет связи конечно это неприятно это там что называется в при каких-то условиях там могут всплыть из тумана какие-нибудь тигры ссовцы прочие неприятности это плохо в данном случае да повезло никаких там тигров ссовцев не нарисовалась и вполне так сказать все успешно пошло и еще такой был как бы проблема по итогам это то что конечно довольно изношенная была уже техника которая артиллерийская то есть видимо кстати те самые изъятые сельского хозяйства тягачи довольно часто ломались поэтому это как бы мешало в условиях вот эти вот больших пространства своевременно преследовать но тем не менее вполне успешно опять же оценивалось действия артиллерии в целом то есть кроме того успех прорыва с плацдармов то есть вот самое действительно как бы что впечатляет что в отличие там от зимы 41 42 годов на хорошо уже научились как бы рвать достаточно прочную оборону так скажем которые долго сидели долго сидел противник и плацдармы их рвали в том числе прямой наводкой как говорится нам главное завалить а потом затопчем да 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 то есть так понятно что дальше дальше как говорится когда с них вырвались тут даже как говорится и танковый корпус не понадобился который не приехал вовремя ну так вот борьба за острогожск это вообще было что называется вспоминается времена бородино то есть фразовый зачет вот я специально нашел что 122 миллиметровой гаубицы во время блокады от агера строгорска наши гаубичные батареи вели огонь прямой наводкой не только под зотом но и картечу поживой силе противника что имело исключительный эффект и были навалены горы трупов врага то есть на самом деле так вот причем аналог с 812 годом использование 120 миллиметровых минометов нашло также новые методы если раньше минометы использовались отдельными дивизионами то эта операция минометы на сторожевском плацдарме были сведены в одну батарею 50 минометов на щучинском плацдарме 40 минометов то есть получилось своеобразная батарея раевского при примерно 1812 года бою под бородино но видимо все же про батарею раевского человек как бы слышал не вполне твердо знал о чем это но тем не менее суть дела здесь заключается в том что активно использовались крупнокалиберные минометы которые были вполне себе могучим средством и вот это использование там прямой наводки массирование артиллерии она позволила вскрыть плацдармы изначально на самом деле довольно такие провальные особенно когда в низину то есть понятно что предыдущая борьба немцы старались загнать в низину потом отдать этот участок венграм но и венгры там до поры до времени вполне себе осиживали но их так сказать снесли и на самом деле еще вполне нормально работала система артиллерийского наступления то есть вот если достаточно полигона вот опять же основу возвращаясь потому что вы оторвали плацдармы она все же была хорошо простроена артиллерийского наступления когда шел какой-то непрерывный огонь и без перерыва переносили в глубину огонь и следовала атака то есть как вот это было отлажено как бы те кто концентрировались сидели там на самом деле была очень масштабная потом перегруппировка то есть нельзя сказать что те кто наступали они все прямо долго долго сидели на этих всех плацдармах наоборот была смена новых соединений но вот эти вот периоды затишья их использовали не зря их использовали для подготовки наступления прошел вот этот хороший бросок когда идет артиллерийское подготовки не дают немцам выскочить добегают и единственным были эпизоды когда не все шло хорошо то там был как раз эпизод и его ставили на вид что ребята почему у вас между позициями нашими и вражескими 600 700 метров безобразие надо делать усы чтобы бежать в атаку там 200 300 метров и тогда все получится и тут действительно получилось а так вот по итогам опять же пишут что захвачены громадные запасы продовольствия фуража тех имущества там складов с различными запасами там 277 то есть там патроны там 20 миллионов патронов 2 миллиона снарядов там в общем там одного телефонного кабеля 700 километров то есть вполне можно было там что называется дальше объезд в дальнейшей операции что называется ни в чем себе не отказывать поэтому фураж продовольствия в то время тоже немало с не это немало и это на самом деле было вполне посередине тем оружие даже захвачено да потому что оружие понятно что это не может дать и подарки особенно какие-нибудь там итальянские пулеметы бреда 30 какие то есть самый худший пулемет как вот я смотрю канал там забытое оружие там это он им худший пулемет войны то есть бреда 30 конечно был не сильно нужен то есть это было исключительно там но на всякий случай можно и в случае атомной войны они там наверно где-нибудь еще на всякий случай где-то лежат глубине и по сути вот этим вот ударом с использованием танковой армии вооруженский фронт вооруженским фронтом командовал голику то есть по я постоянно упоминал фамилию жук василевский они были представители ставки и здесь они именно были планировщиками и чтобы все спланировали креативщиками да то есть это были люди специально направленные для того чтобы все получилось нормально при этом надо понимать что вот те кто даже планировали атаки они тоже все правильно сделали теперь открывалась дорога дальше на харьков и на на самом деле в том числе и на курск впереди теперь лежал вот это вот так сказать улакомый кусок который действительно надо было освободить это харьков и вот следующий следующее наступление третьей танковой армии она двинулась уже дальше на запад вот дальше впереди харьков оставался недоеденный кусок на дону это оставался недоеденный кусок под воронежем теперь на самом деле работала та же система как говорится малый сатурн прорвались на юг образовался кусок куда мы переправили через дом третью танковую армию поставили она ударила съели кусок на дону опять у нас есть кусок фронта проходящий по гладкой степи в которой это кстати накопали какие-то ячейки в мерзлом грунте то есть слабая оборона не теперь можно следующим ударом съесть кусок фронта противника под воронежем и было спланировано очередная операция тоже с севера с юга удар абсолютно скажем так аналогичный по сути но несколько меньше по масштабам и называлась эта операция соответственно воронежская кастор нанская здесь и как бы задача была освободить город воронеж но при этом не предполагалось таранить город воронеж в лоб а главная идея была как раз таки заставить немцев уйти из воронежа под угрозой окружения с тыла и здесь понадобился уже вот этот четвертый танковый корпус который опоздал к предыдущей операции но теперь он вполне себе был готов к тому чтобы идти на этот раз уже окружать немцев и частично венгров под воронеже значит здесь участвовали уже два фронта то есть на самом деле это уже не только голиков но и брянский фронт рейтера соответственно следующее наступление но должно было на этот раз врезать по второй немецкой армии то есть на самом деле теперь уже чем ближе к группе армии центр тем на самом деле противник оказывался более таким противным так скажем то есть уже появлялось больше немцев и они конечно были более крепким орешком и к тому же несмотря на вот это вот открывающийся фланг существовали конечно проблемы с тем чтобы прорывать более прочную оборону операция проводилась с 24 января и предполагалось опять же ударить вот это та же самая 40 армия она била с него следовал с севера удар на как раз почему она получила название касторная на касторная самой так сказать главной идеей было вот доломать фронт под воронежем на дону и дальше идти уже в обход на группа армий центр на самом деле вот эту операцию следующую про нее частично рассказал уважаемый сергей ушкалов на канале как говорится я рекомендую посмотреть ролика еще и в плане реалий того что мы видим так сказать в зима болезни то есть понятно что на оккупированных территорий просто царили инфекционные болезни это тоже прям остановилась фактором сдерживающим когда войска вынуждены были наступать по что называется земле где медицинское обслуживание отсутствует в принципе это тоже было неприятным фактором но тем менее главным призом в этих всем дальнейших наступлениях был уже даже так скажем смоленск то есть все нацеливались на смоленской здесь именно василевский и на самом деле сюда же несколько позже выдвигались то есть в эту всю пробитую брешь продвигались на войска рокоссовского то есть когда начинались эти операции на то рокоссовский еще добивал паулюса то есть на самом деле торопили вот воронежский фронт торопили сначала мастрогорска рассошанска именно для того чтобы шло синхронно с добиванием паулюса и хотелось добиться максимально быстрого что котел слопываем готовим почву и дальше приезжает рокоссовский фронт рокоссовского не целиком может быть так сказать в разных так сказать своих ипостасях на разных направлениях но тем менее дальше идем на смоленск то есть все держали в голове смоленск почему я на этом акцентирую внимание именно ввиду того что вот эти все идеи идем на смоленск они как бы витали и это влияло на текущую ситуацию и здесь как говорится в отличие опять же от острогорска рассошанской хуже пошли дела с тем чтобы окружить противника то есть на самом деле действительно решение на наступление принимается еще в декабре то есть соответственно предполагалось граммин вторую немецкую армию и соответственно задействует 13 армия брянского фронта 40 60 38 армия воронежского фронта и следующий заход уже к следующей кто будет жертвой это собирать дотянуться аж не читам до четвертой армии группа армии центр то есть раз у нас не получилось марсе мы ее так сказать достанем на черного хода с черного хода и на самом деле это была идея не худшая то есть я бы сказал что вполне разумный день но тем более что появилась такая возможность как там ударить этим самым четвертым танковым корпусом на констор на но тут проблема была в том что несколько увлеклись собственно к чему я веду увлеклись движением на запад и главной как бы проблема стала то что в отличие от предыдущих операций на внутренний фронт закинули меньше войск то есть как обычно строится окружение то есть идет окружение и запечатывание в котел на него двигаются главные силы а на внешний фронт посылаем кавалерию там если в стилистике мосевского кавалерия посылается там еще какие-то а тут получилось так что на внешний фронт бросили больше чем на внутренний то есть на самом деле при том что вполне успешно прорвались в тыл и замкнули котел в районе касторного то есть это произошло зашло уже там начали 24 уже там 27 28 января шли бои за касторную то есть фактически в тылу немцев но несмотря на это на реально огромный фронт внутренний фронт окружения оставались там какие-то несколько стрелков дивизий там танковая бригада и на пространство там около там 70 километров оставалось там но что называется усиленная стрелковая дивизия и в итоге конечно это негативно сказалось на общем результате то есть здесь прямо скажем что началось головокружение от успехов то есть с одной стороны как бы вот этим вот выходом в тыл до разгромили там третий армейский корпус второй венгерской армии нанесли там серьезное поражение там второй немецкой армии но тем не менее вот тут вот окруженная группировка она получила возможность ломануться во внешний мир то есть что происходит здесь на самом деле отличился откровенно говоря и тот и тот командующий значит смотрим 40 армия то есть наш дорогой кирилл москаленко фигура на самом деле достаточно противоречивая в истории войны так для внутреннего фронта окружения выделила 40 армия там 4 танковый корпус 183 стрелковой дивизии и 129 бригаду главная же сила 1 эшелона 4 стрелковой дивизии пошли на внешний фронт окружения в итоге на участок там от касторного до горшечного 40 километров для завершения окружения там могли выйти только часть там 25 гвардейской стрелковой дивизии то есть на самом деле копейки для внутреннего фронта окружения там 70 километров сколько у нас там 1 2 стрелковой дивизии и 1 танковая бригада 13 армии брянского фронта там лучшим при некоторых нам маневрам еще там одна стрелковой дивизии 40 армии воронежского фронта это конечно мягко говоря маловато то есть по сути у нас такая крышка котла протяженностью там около 100 километров да там 110 километров но на это все совершенно недостаточной силы и понят жидковатая завязан до жидковатая крышечка то есть крышечка получилось такой я бы сказал дуршла ток да дуршла ток и как говорится тут противник то надо понимать что противник всегда не дурак и противник он оказавшись в условиях окружения конечно бросил воронеж то есть как бы здесь как бы воронеж он был гиблым местом и удерживать его там вне зависимости от приказов там никто не собирался но и на самом деле спать практически сразу разворачивается в обратную сторону и несутся на запад и на запад несутся и естественно вот эти вот достаточно жидкие заслоны они начинают сметаться то есть они даже не столько даже сметаются то есть не было какого-то прямо вот то что называется намеренного уничтожения они частично просто обходится и с этой жидкой завесой справа немецкий нормальный пехотный дизайн причем надо понимать что ошибка то заключалась в том что на этот раз было меньше союзников а больше самих немцев и немцы очень активно пошли вперед они-то как раз не бросали свою артиллерию вот так же как жизнерадостные итальянцы которые побросали артиллерию потом с грустными лицами не разговаривали с друг другом пошли на запад они плотными группами идут им там что-то сбрасывают с воздуха и их танков вообще не было да в лучшем случае штурмовое орудие причем от про танки кстати вот я что забыл сказать насчет астрогожско-россошанская там чем опять же впечатляет прорыв с плацдармиков на дону один из плацдармов немцы попытались подпереть такой своеобразной части отдельным батальоном танковым в котором были четверки 38 т праги состоялся танковый бой и батальон перебили такая вот достаточно редкий приятный бонус да то есть был такой эпизод что использовали немцы танки как непосредственную поддержку пехоты вот такой-то отдельной частью и ничем хорошим это для них не закончилось то есть на самом деле получилось действительно приятный бонус танковый бой в который был выигран то есть тут как бы было хорошо а вот в случае с отходом немцев от воронежа это оказалось такой достаточно неприятной ситуации это когда с одной стороны все вроде правильно хорошо сделали имеется ввиду прорыв вообще говоря еще на проблем был то что не ставили единое командование на внешнем фронте котла и в общем в итоге действительно не крышка дуршлачок при том что 11 13 13 15 километров в сутки нормально идет пехота там несется танковый корпус хотя на самом деле танковый корпус расстояние в 75 километров преодолевал 5 дней но тут понятно что опять же по снегу но тем не менее за достаточно такой сжатый интервал времени сумел преодолеть но когда у нас там 25 пусть гвардейская дивизия она сильная но ее ставят на 40 километровый фронт конечно потому что это не дивизия 41 года на не 10000 она уже успела там повоевать то есть 40 армия она еще успела повывать понести потери и кстати результат конечно не сказать что там отрицательных плане поставленных целей по занятию территории на в плане уничтожения противника но вот не доработали так скажем целую армию что могли немецкую тем более скажем так конечно может быть прям вот целую армию сажать если опять же вот перечислить кто это были то это были там 26 82 68 377 88 75 323 34 57 немецкие дивизии ну такой достаточно большая толпа то есть это как бы вот эта толпа 6 9 венгерские пехотные дивизии то есть я думаю что венгерские пехотные дивизии они как бы это шли как нитка за иголкой за с идущими на прорыв но понятно что они дошли не целиком что там побросали но вот не взлетела в полный мир но тем менее были созданы хорошие предпосылки то есть объективно конечно то что двигали на внешний фронт в этом была здравая идея но конечно когда на внешнем фронте стрелковой дивизии они все он двигаются медленно и если нет возможности опять же быстро двигать быстро двигать вперед внешний фронт лучше как говорится синица в руке чем кубиться отметка на рукаве поэтому лучше было ну скажем так это конечно уже такой как бы ну упрек тем не менее серьезная на самом деле и голику и рейтеру и вот это вот головокружение от успехов она конечно продолжилась в дальнейшем в боях за харьков когда тот же голиков пошел на харьков и вот эта вот идея том что когда обсуждался вопрос а почему так получилось почему прорвались было рассуждение в плоскости что что она как-то сам вот этот котел как-то сам рассосется что вот мы уйдем далеко вперед нет это работало в весло-одерской но извините меня в весло-одерской когда тоже так сказать уходили далеко вперед и остававшиеся вот эти вот группы там набрали 140 тысяч пленных несмотря на явное так сказать отсутствие явных котлов это работает когда извините меня там несколько танковых армии идут сразу на глубину сотни километров когда вот этой глубины нету даже вот эти топающие пешком пехотные части они вполне себе сумели добежать до внешнего фронта и они были опять же плотной массы то есть тут конечно еще такой фактор работал что предыдущем случае то есть остроговская сошанская как бы подробили еще на части а что вот момент василевский жуковым уже убыли ну василевский жуков они уже думали как раз таки вот тут было в том что вот это был уже план под контролем лично товарища сталина это уже было планирование как по перебросе маркосовского и пойдем дальше прямо вот в тыл и все будет так сказать и на самом деле если опять же объекта обсуждать объективно с точки зрения там ставки и прочего ставка приказала голикову рейтеру оставить там необходимое число войск для ликвидации окруженного противника но фраза-то была лукавая основными силами развивать успех на харьковском направлении она то есть тут людям дали такой определенный открытый приказ и фактически отодвигали борьбу с окруженными на второй план ну и противник что называется щелкнул поносу это ну так как бы это дни конечно не не провал но так вот такой неприятный эпизодик который на самом деле дальше работал на немца потому что позволяют эти вышедшие из котла позволяли восстанавливать фронт вот эти вот восстановление фронта она конечно шло медленно но верно и как говорится о смоленске потом пришлось забыть другой вопрос то конечно не конкретно там вышедшие части были в этом виноваты там еще куча факторов в том числе там приехавший под харьков ссовцы на контрнаступление на самом деле по наехавший в большом количестве так сказать переформированные дивизии после москвы но факт остается фактом что вот но слишком работали и слишком так сказать указание ставки она оказалась несколько лукавым и вот казалось может быть не так как стоило но как говорится у некоторых товарищей возникла гала в окружении но в любом случае тем не менее воронеж освобожден обвал произошел и дальше как говорится шла следующие следующий этап это харьков следующий раз но я думаю что опять же мы не думаю можем уделим вот что бы мне хотелось еще так сказать плане дальнейших анонсов мне хотелось рассказать может быть не очень так сказать пространно про некрича то есть если есть такая фигура которая недооценивается у нас в нашей истории и меня очень сильно раздражает когда говорят вот 22 июня 41 и вообще что бучу поднял владимир богданович резун хотя на самом деле бучу поднял то совсем другой человек ветеран войны человек который допрашивал реальных немецких пленных который прошел и меус там и восточную пруссию и фамилия у него была никрич и вот бучу поднял он они так сказать человек который нам рассказывает всякую фигню про самолеты шакала автострадные танки недавно выяснили что значит индекс а также б и в продукции харьковского завода да 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 а так опять же я вот сейчас там читаю документы по двадцатым годам потом открываешь томик владимира богдановича там гулки коридоры генштаба думаем о захвате европы там читаешь про то что как говорится вещевое довольствие проблемы там то проблемы что называется это самое вынужденное работать у нэпманов тяжелых грузы там перемещать это вообще недопустимо для бойцов командиров красной армии да и вот вот тут надо понимать что действительно есть остались люди в историографии надо понимать вот лучше всегда говорить о том что интерес к 41 пробудил пробудил там тогда уж не кричит вот про это надо было сказать ну и опять же отвечая на запросы у меня все давай трудящихся я думаю что надо все же сказать про сороковой год и понимать что вот как она была у союзников сюда все стоит все ждут да с поскольку и сейчас мы вот не думал переходим и на самом деле мы будут успехи обязательно расскажу про малую землю харьков харьков на самом деле там были свои успехи и неудачи но и это кстати мы опять же приближаемся к уже то о чем говорит тепель мужской битве на курска битва это епархия коллеги замулина но тем менее я думаю что надо понимать контекст и вот я старался создавать объяснять контекст которым происходил и бои за харьков вот это вот объедание фронта на данную и соответственно как вы собственно формировался курский выстав то есть вот как сформировалась курская дуга как это было в первые месяцы 43 года дальше уже будем смотреть куда двигаться дальше общими усилиями с коллегами тем не менее у нас потихонечку картина мира так сказать выстраивается картина начала сорок третьего года вот я бы так сказал что я рекомендую после этого нашего ролика про остроговского сашанского воронежского каста касторненского послушать сергея ушкова потому что он не смотрел там очень много именно про то как освобождая территорию вышли на вот это вот они не просто не выжженную даже землю вот эту землю находившись под оккупацией и с чем столкнулись каким проблемами вот эти вот эпизоды дальше наступление на войск крокосовского севска вот это вот все она ложится вот эту всю линию на которую я выстраивал от малой сатурна остроговского сашанского воронежского кастурновская спасибо большое все как всегда интересно наверное мало кто знал что окружились взяли в плен 70 тысяч человек да еще и еще чуть не окружили нет полный как говорится счет ну иногда про потери говорят счет мясника а тут как говорится счет я думаю что доктора которых надо было всех этих зашивленных что-то с ними делать они думали сколько сколько всего было 86 тысяч то есть за остроговского сашанского взяли в сумме 86 тысяч человек к моменту окончанию общий счет насчитали 86 тысяч человек то есть не сильно меньше чем в сталинграде пусть при других условиях но это кусок вырванный из рядов вермахта и на самом деле вырваны не просто вот эти 86 тысяч человек и те кто остался так сказать раскиданным по степи поддонам а еще и реакция гитлера который сказал всех союзников убрать то есть ладно вы уволены да вы уволены то есть он как бы остатки итальянцы вывели остатки венгров вывели то есть венгров потом вытащить следующий раз венгров вытащат на фронт весной аж весной 44 года но с румынами пришлось так сказать вытаскивать их из опала чуть раньше затыкая крым но тем не менее решение гитлера по итогам заметим не только сталинград и вот эти вот так с этим бросили артиллерии побежали всех то есть были уволены все то есть все стали плохими венгры итальянцы но румына что называется дважды но и по нашим можно отметить в плюс то что вот не только сталинград но вот одна операция на окружении удается вторая подряд удается но понятно что там пропустили вот этот вот досада что немцы вырвались но тем не менее само так уже не состоял замкнуть замкнуть а вот как уже говорит о определенной квалификации самое главное появились дееспособные механизированные соединения то есть третья танковая армия она действительно где появлялась там немецкий фронт начинал сыпаться и вот самостоятельно механизированные соединения появилось средства которым можно проводить котлы и здесь в она обширных пространствах опять же южного сектора советско-германского фронта вот этот вот процесс использования танковых армий отдельных танковых корпусов он был запущен конвейер был запущен конвейер ураном продолжен острогож острогорско-россашанская и харьков на самом деле и дальше этот конвейер крутился вплоть до весны это же очень важно для того чтобы люди просто руку набивали как говорится командование штабы учились да и в том числе да и по итогам все же третья гвардейская получила она стала третья стала гвардейской то есть армия рыбалка получила гвардию именно за по итогам от этих наступлений зимы ну до марта 43-го года то есть появилась самостоятельная крупное самостоятельно механизированное уже объединение армии которым могло решать задачи в наступательных операций больших размахов и то что в дальнейшем там третья гвардейская танковая потом присоединившаяся к ней там катулковская армия вторая танковая армия которую уважаем сергей ушкалов рассказывал они все стали вот тем инструментом который расшатал немецкий фронт и привел к тому что на красную армию границам советским границам весной 44 года это все начиналось именно тогда вот сейчас будет по харьку вот я как бы расскажу какие трудности столкнулись именно специфика использования зимой 42-43 годов потому что она была очень такая своеобразная специфика использования танков определенные минусы которые отличают на зиму 42-43 а там на зимы 43-44 тем более 45 года но это что называется совсем другая история хотя продолжение того что о чем я говорил ранее но сейчас ну спасибо огромное приходите к нам еще обязательно спасибо доброго всего самого наилучшего до новых встреч